Всем привет! Продолжаем нашу серию видео базовых плетений, на основе которых можно создавать различные прически самим себе. Сегодня я покажу вам, как делать ажурную косу. Мы с вами уже рассматривали, как сделать объемную косу, а сегодня коса будет немного иной. Она будет ажурная, словно кружевная. Показывать эту прическу будет удобнее на тонкой косичке. Поэтому я выделю произвольную часть волос, допустим вот эту, и заплету ее в косу. Конечно, можно было бы сделать ажурную косу на все волосы, но она бы смотрелась слишком толстой и объемной, и весь смысл плетения вам удалось бы передать не так точно, как на тонкой косе. Потом мы попробуем сделать это и с большой косой. Итак, мы заплели косичку, оставили хвостик и завязываем резинкой. Теперь действуем по принципу, достаточно похожему на создание объемной косы. Если вы помните, мы вытягивали наши петельки сначала за серединку, а потом за краешек. Но сейчас мы будем тянуть в большей степени за краешек, стараясь вытягивать как будто бы отдельную прядку. Вот так. Тем самым мы добиваемся, что наши петельки, основные их части, как бы остаются на месте, создавая с собой вот этот узор косички, а прядочки по краям придают ей как раз вот этой самой ажурности. Можно вытягивать как одну прядку, так и стараться несколько. Например, там две, три. В общем, столько, сколько позволяют ваши волосы. Удобно это делать девушкам, у которых длинные ногти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вытягивать в сторону можно столько, сколько угодно, насколько будет позволять длина ваших волос. Видите, достаточно похоже на объемную косу. Отличие лишь в том, что боковые вытягивания, вытянутые вот эти наши боковые петельки, более структурированы и видна часть с краю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также можно использовать, как я уже говорила, это основное плетение, как составляющую более сложной прически. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь я покажу вам, как это будет выглядеть на одной большой косе. Будет, конечно, не так видно, но смысл тот же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заплетаем косу из всех волос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завязываем. И вытягиваем. Тянем за самый-самый краешек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Причем я заметила, что чем тоньше косичка, тем красивее получается в итоге ажурная коса. Конечно, не совсем уж тонкая, но если вот мы возьмем, к примеру, вот такую, часть волос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видите, на более маленькой косичке получилось даже более красиво. Если вам понравился этот видеоурок, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова